Встреча с продюсером, сценаристом 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 законами физики. Дело в том, что когда ты встречаешься с одноклассниками спустя много лет, очень часто речь заходила у нас о таких вещах очень абстрактных, иммиграция. Например, как показывать иммиграцию, показывать там аэропорт с люди с чемоданами, это глупо. И я, когда навещала своего одноклассника, а у нас случилось так, что полкласса уехала за границу, а полкласса осталась в России. У нас как раз такой год был, я в 85-м году закончила школу, появилась возможность путешествовать. И, конечно, эта тема меня очень волновала, как сложилась жизнь у тех, кто остался, тех, кто уехал, кто что теряет, какие сложности у тех, кто уехал. По мне самой проходила это тоже драматическая какая-то линия. Мне было интересно понять, как этим справляются мои одноклассники. И вот навещая своего одноклассника в Лондоне, Саша делал мне коктейль Блади Мэри, томатный сок с водкой. И он говорит, смотри, это коктейль Блади Мэри, это диффузия. И у нас ситуация с эмиграцией похожа на ситуацию диффузии. Когда-то в начале 90-х казалось, все, кто может, все уезжают. А сейчас ситуация выровнялась. Кто-то уезжает, кто-то возвращается, ситуация стабильная. Я подумала, что как интересно, что эти физические законы, они в некотором смысле могут стать метафорой жизненных ситуаций. И поэтому я придумала такую структуру, что в течение всего фильма у меня учитель показывает урок физики. И каждый раз этот урок физики мы видим вот три раза. Сначала мы видим в классе его, потом мы видим тоже физическое явление в нормальной жизни. И третье – это такая рифма, такая метафизическая ассоциация с ситуациями, о которых мы говорим. Ну вот, и это убедило как раз западных редакторов дать деньги на фильмы. В том числе этот фильм компродюсировала BBC, Art, ну то есть большая компродукция была. И в том числе я рассказывала маленький кусочек про свою жизнь. И поэтому, может быть, я просто покажу кусочек из этого фильма, потому что там я очень сжато рассказываю, как моя судьба сложилась после школы. Place an ordinary piece of glass between the plate and the lamp. The meter does not register any change. The apparatus retains the charge. Now we remove the glass, the meter moves to zero. The exposure with ultraviolet light emits electrons from the surface of the zinc plate, thereby reducing the negative charge. The glass blocks out the ultraviolet rays, preventing the photo effect. This phenomenon is the basis for many appliances, especially the video camera, the most important tool for modern television. My husband, Christopher, is German. We have three kids. Sumo, Timo, and Emilia. My dream is for my children to attend the school for physics and mathematics with Boris Михайлович. But this could never come true. My family home is in Berlin. And after modeling, I was going to TV. I was working in TV for a while. This is a project which I want to present you today. It's called My Class. This is a private story of my own class, which I had a big honor to join. And that's me, Екатерина Еременко, the director of this film. At school, I liked math, spent my spare time doing athletics, and was friends with Masha Rosenberg. I thought that if boys liked you, it was improper. So, I tried to make myself look as awful as possible. After school, I graduated in mathematics from MGU and started a PhD. One year later, my mother died in a car accident. Suddenly, my life was torn into two. The time before the catastrophe, and the time afterward. In 1991, Pierre Cardin came to Moscow and organized a fashion show right on Red Square. I was tall and slim, and unexpected I was asked to work as a model. I knew I had to change something in my life. I said yes. Would you like to see the photographs of Katya when she was a model? We always loved Katya. That's why we saved it. If we didn't like Katya, we would have thrown it away. Как возникла наша вселенная? How did our universe evolve? Этот фильм называется «Мой класс», ему уже 10 лет, он есть в интернете. Ну, это незаконно, конечно, но кто-то выложил его в YouTube. Если вам интересно, можете посмотреть «90 минут. История про одноклассников». Но в некотором смысле вот эта идея придумывать сценарий фильма заранее и играть, то есть придумать структуру, конечно, мне кажется, основная суть фильма – это все-таки личная история людей. Но очень важна форма тоже. И вот эта форма, идея играть с законами физики, она помогла мне произвести этот фильм, то есть убедить редакторов заранее, что это будет фильм. И потом, в некотором смысле, противоположную идею я использовала в другом фильме про математику. Ну вот, теперь давайте вернемся к теме математики, потому что математика – очень сложный предмет для кино. И, коль я училась в математике, конечно, я хотела все время что-нибудь сделать в этой области. Ну вот, и я спрашивала редакторов, какие фильмы вообще были успешные. Много, конечно, было попыток делать документальное кино про математику, но мне все редакторы рассказывали про два фильма вообще за все время, которые документальные, которые успешные. Один фильм про проблему Пуанкаре, про нашего Перельмана, ну, конечно, это драматическая история, и сделала японское телевидение NHK. И они очень элегантно обошли проблему того, что Перельман не хочет сниматься, потому что как можно сделать фильм про человека, который не хочет сниматься? Но они, знаете, как сделали? Они показали кусочки, где папарацци, кусочки папарацци, они включили фильм, но сделали так, что его учитель, смотря на компьютере вот этот материал, говорит, ну как же так, ну что же они за ним охотятся, ну как некрасиво. Но тем не менее, вот какой-то был такой способ обойти это. А другой фильм про Эндрю Вайлса, про знаменитую теорему Ферма. Вы математики наверняка слышали про эту теорему, это BBC. Я помню, что я еще тогда даже не была режиссером, даже, по-моему, не училась в Авгике. Я видела кусочки из этого фильма, я просто помню до сих пор. Он сделан сейчас уже, кажется, немножко старомодно, но очень эмоционально. И Эндрю Вайлс рассказывал, что он даже когда объявил о том, что... Он даже не объявил, что он будет рассказывать. Были объявлены три лекции в Институте Ньютона, и были только слухи, и он даже не назвал заранее, что он будет рассказывать. И это очень эмоциональный фильм. И я очень рада, что в прошлом году у меня самой появилась возможность тоже этого Эндрю Вайлса снимать. Да, у вас вопрос? Еще русский фильм, советский фильм, знаменитый режиссер Ротберг, «Математика и черт». Да, 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 но он игровой, это игровой фильм. Я про документальный. Документальный фильм. Ну, да, ну... Короткометражный. Короткометражный. Я сейчас говорю про документальные фильмы. Конечно, в игровых фильмах сейчас вот недавно вышел фильм про Роману Джана. Господи, «Man of Infinity» и известный фильм про Джана Нэша. Но это для меня фильм больше «Beautiful Mind», «Игры разума». Но для меня это больше фильм про историю любви, мне кажется, а не просто там про математику. Не про отношения с наукой. «Число пи», тоже, «Ароновский», тоже знаменитый фильм. Да, но это игровые фильмы. А в документальном кино вот мне интересно тоже работать, искать какие-то новые способы. Ну вот, и я не знаю, я покажу вам фильм «Чувственную математику». Но, может быть, до этого я могу какие-то короткие фильмы показать, потому что «Чувственная математика» оказалась невероятно для меня такой удачный ребенок. Мы сделали его с моими друзьями с очень маленьким бюджетом. Мои друзья работали над этим фильмом. Павел Костомаров, наш великий оператор. Ну, вы увидите, там прекрасная совершенно камера. Павел совершенно гениальный человек. Он, когда мы встретились, у нас первые съемки были в Нью-Йорке. Я так организовала, что я приезжала из Берлина, а он из Москвы. И я приезжала с разницей в пять минут. Когда я приехала в аэропорт, его уже полиция готова была свинтить, потому что он все время снимает. То есть он так живет, все время с камерой работает. У него способ общения с миром все время с камерой. Если раньше с другими операторами я все время просила, как кого, что нужно снять, то если я Пашу прошу что-то снять, он вне себя и мог самым вообще несколько дней не разговаривать. То есть совершенно у него. Ну, с талантливыми людьми очень часто трудно иметь дело, но трудно общаться в быту. И наоборот, совершенно молодой парень, музыкант, который играет хэви металл, тяжелый металл в Германии, рабочая окраина Берлина, написал музыку для этого фильма. Мы тоже, очень многие люди обращали внимание на эту музыку, она такую свежую струю какую-то внесла в этот фильм. Ну вот, а и после этого, после этого фильма, значит, у меня появилась возможность снимать другие фильмы математические. Второй фильм называется «Буквальная геометрия». Я тоже покажу сейчас вам ролик его. «Буквальная геометрия» тоже шел в кинотеатрах. Ну вот, и уже третий год Абельевский комитет заказывает именно мне короткие вот эти портреты лауреатов, в которых премьера происходит во время премии. И первый раз они это начали делать два года назад, и премию получил как раз Джон Нэш. Это человек, про которого снят этот фильм «Бьютифл Майнд». Он был жив до последнего времени, и случилась трагедия, что именно после этой премии на обратном пути из аэропорта случилась автомобильная авария и фантастическая судьба, что, с одной стороны, был счастлив с женой, им было почти что 90 лет, и они погибли в один день, но, с другой стороны, они были счастливы. Потому что известно, что он немножко был обижен на математическое сообщество, что он не получил в свое время филсовскую медаль, и тут, наконец, его признали, Абельевская премия, и вот такая удивительная судьба. И я была последней, кто его снимал, покажу вам сейчас этот ролик. А другой человек – Луис Ниренберг. Давайте я вам просто покажу, я давно, много уже болтаю. Луис Ниренберг. Луис Ниренберг. Я живу в степ niveau, поддержающую семью. Субтитры сделал DimaTorzok Many years ago, in 1948, I was in a room. The one thing to think about in mathematics, you don't need so many resources to actually carry out the study of mathematics. My thesis was entitled Non-Coopers of Games. I had published a paper, Equilibrium Points and In-person Games. But I could see the importance of it. I like to think of myself as being sort of like an enlightened philosopher. The philosophy doesn't necessarily teach you some practical action today. Because I used to play code, just think of myself as an exceptional mind. And I'm specifically trained in mathematics. Try too hard to lead in the thinking. You can lead in the wrong area. I was considered the most original student in the high school. More competitive in one way or another, yes. My work is always original. I experienced myself thinking differently from other people. And this could be good if I could think of something that wasn't what everyone would think of. I could think of something new, something original. I like to think of myself as a genius. But I later on sort of realized it's meaningless in a sense. You're using a popular word. You can think about whether it's good to work in mathematics at all. But in mathematics there are some good achievements that can be made. And if you are really successful, you will be recognized. I'll show you another piece, because in a certain sense they're in the dialogue. It's also the same short, the same 3,5 minutes. And then we can talk a little bit, and I'll answer some questions. I'll answer some questions. I'm not the top. Please don't say that I'm not a top mathematician. I can think of 50 mathematicians who I think are better mathematicians than I am. So I don't consider myself a top mathematician. I consider myself very lucky. Incredibly lucky. And I'm not saying this out of modestly reading. It's true. Продолжение следует... 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 Этот кусочек я решила закончить, как Ниленберг, получая высшую награду по математике, говорит, что он недостаточно учил математике, по-моему. Такой прекрасный месседж. Если у вас какие-то вопросы есть, то я могу ответить, а потом еще что-то показать следующее. Может быть, сейчас... Да? Можно? Я без микрофона только... Да, да, да. ...доверили его держать. Да. У меня большая ответственность, я Макс доверил. Вы можете назвать фильм, который вас побудил, не просто смотреть кино, а создавать самостоятельно? Нет, нету такого. Такого не было? Нет, нет, нету. Я даже, честно говоря, не помню, я даже не помню, когда я так решила, что я хочу снимать кино. Я и расскажу еще, знаете, многие... В Авгике, я училась в Авгике, у нас в Авгике многие преподаватели говорят, что противопоставление с телевидения и кино. И многие преподаватели даже запрещают студентам работать на телевидении, потому что это такой более легкий жанр, чтобы не делать халтуру. Но я работала в свое время, я училась в Авгике, и чтобы зарабатывать на жизнь, работала в программе «Времечка». Такая была программа, не знаю, помните, «Времечка». Ну вот, и у нас была полная свобода, и мы могли делать совершенно какие-то творческие вещи. И мне кажется, для меня это очень благодарна этой команде «Времечка», потому что я сделала очень-очень много репортажей, и они все были странные, может быть, непрофессиональные, но, видимо, оригинальные. Я училась тоже у своих коллег, и у нас были разные люди, там один мальчик у нас делал такие репортажи, он их редко делал, но такие репортажи, что там два месяца спустя люди какие-то деньги кому-то хотели передать. Другой человек делал журналистские расследования очень острые, кто-то придумал акции такие совершенно выстроенные, то есть у каждого было свое какое-то лицо. И я очень много этих репортажей сняла, и мне кажется, это очень полезно, если вы хотите даже кино делать. Вот я считаю, что это полезно делать какие-то репортажи, но вот относиться к этому серьезно и честно, и творчески, можно из любой работы сделать творческую работу. Ну вот, и потом, кстати, мой самый первый фильм, который я сделала, он вырос из репортажа. Значит, я расскажу в двух словах, у меня, знаете, да, с программы нужно искать сюжеты, что происходит, обычно ничего не происходит, нужно что-нибудь придумать. И кто-то позвонил, сказал, что какой-то конкурс канареечного пения есть, ну это все время то конкурс кошек, то собак, ну подумаешь, канареечного этого пения. Но я когда приехала, я увидела, может быть, то, что другие не увидели, увидела, что в зале они мужики сидят. Ну вот, а поют тоже кеннеры-самцы, и мне объяснили, что кеннеры поют, а канарейки не поют, ну в природе часто, так самец должен быть более красивый, привлекательный. Ну вот, я подумала, интересно, что же в этих семьях дома, потому что, казалось бы, птички такая вещь романтичная. Я подумала, что же вообще в семьях происходит, наверняка женщины практичные, как они к этому хобби относятся. И вот так придумала вот этот потом фильм. Я выбрала пять семей, у которых конфликт на разной стадии находится. Ну вот, ну и там уже такая целая драматургия, и я, вот это был мой первый фильм, и он тоже там получил приз «Славр» за лучший дебют России. Было на очень многих фестивалях, у него очень хорошая тоже фестивальная была судьба, и он продан там тоже в куче стран. Но вот он вырос из репортажа. Сначала сделала репортаж, а потом, спустя несколько лет, уже сделала большой фильм. Так что, мне кажется, если вы журналист, то очень полезно искать какие-то истории. Надо даже придумывать, ну вот, потому что иногда нужно придумывать какие-то ситуации, провоцировать, чтобы было... Делать то, что вам интересно. Еще какие-то вопросы есть? Нет. Да? А, скажите, пожалуйста, а как вы после факультета математики попали вообще в журналистику? А, ну вот я как раз поэтому... Вы опоздали немножко, нет? Я просто показывала кусочек... Может быть, прослушала. Я просто показывала кусочек из моего класса. У нас получилось так... Я училась на Мехмате, закончила Мехмат с красным дипломом. У меня были одни пятерки. Потом поступила в аспирантуру. А потом у нас в семье была катастрофа автомобильная, и я взяла академический... Ну, мама погибла, и я просто хотела академический отпуск взять. И в некотором смысле не вернулась до последнего времени, потому что я взяла академический отпуск и хотела что-то изменить. Меня позвали работать с фотомоделью. А я была худенькая, и давно это было высокое. И я подумала, что я поработаю немножко, пару месяцев, потом вернусь в математику. И это меня так увлекло, что делала это профессионально уже очень. И потом трудно... Я была достаточно успешной моделью, по всему миру ездила. И трудно остановиться. И не потому что... Во-первых, ты, конечно, зарабатываешь очень много, но дело не только в деньгах. Там тоже в каждой профессии своя логика есть. Ты хочешь делать лучшую сессию с лучшим фотографом, с лучшим журналом работать. И я как-то долго думала, что я для денег буду делать одно, а для души вернусь в математику. Но у меня никогда не получалось что-то делать для денег, что-то для души. Все, что бы ты ни делал, нужно делать честно. Ну вот, и потом долго работала эта моделью, а потом меня позвали на телевидение работать с программой «Времечко». И опять я мечтала вернуться в математику. Но опять тоже это все оказалось... И тогда тоже не... Именно ученым, чтобы быть. Но вот я стала... Тогда работая на телевидении, поступила во ВГИК. Потом сняла несколько фильмов. И потом, когда сделала чувственную математику, вот как ни странно, я сейчас такую странную нишу нашла делать фильмы математические. Я сейчас работаю на математическом факультете среди математиков, собственно, там, где... Среди людей, среди которых я мечтала работать. Ну вот, и делаю про них фильмы. Вот у меня такая странная получилась. Ну а, и сейчас это хороший тоже вопрос, потому что на самом деле математическое образование мне помогает. Сейчас я расскажу историю про следующий фильм, который я тоже покажу для обелевской церемонии. Эндрю Вайлз. Значит, мне нужно было... И каждый раз вот в этом фильме, может быть, вы не видите, ну, то есть кажется, что просто портрет человека. Но на самом деле, когда я встречалась с этими великими гениями, я просила, чтобы мои коллеги в университете немножко мне рассказали, за что они получили премию, чтобы немножко я в курсе была. Потому что люди чувствуют, что ты со стороны приходишь, вообще, с мороза, либо ты все-таки немножко в курсе. И они меня очень подготавливали к этому. Хотя, может быть, это и в фильме нет. На самом деле за этим есть работа. И пример этого фильм про Вайлз, про который сейчас я расскажу, а потом покажу его. Значит, я первый раз сняла вот эти два ролика. И на следующий год стала всех своих друзей спрашивать, чтобы они мне рассказали немножко драматургии, вот доказательства теоремы фирма. И от меня все отмахивались, говорили, это сложно, я там не специалист, ты все равно ничего не поймешь, типа отстань. А потом к нам в университет приехал такой профессор Веселов. Ну вот он говорит, а знаешь чего, мне самому интересно... А, не так было, не так. До этого я приехала в Стони Брук с показом буквально геометрии. И в конце показа подходит ко мне мужик, бомж абсолютно, чуть ли не с бутылками пустыми, совершенно грязный, вонючий мужик. И говорю, а я ему тогда, значит, после фильма, значит, вопрос, там творческие планы, что вы следующее снимаете. Я сказала, что снимаю вот это, в этом Вайлзе. И этот грязный мужик говорит, знаешь, если ты встречаешься с Вайлзом, спроси его про БСД. Я говорю, что такое за БСД? Звучит, как какое-то коровье бешенство. Не знаю, что это БСД. А потом стала спрашивать этих всех своих математиков. И потом приехал вот этот профессор Веселов, говорит, да, это проблема Бердж-Свинеттен-Дайер. Я попробую тебе рассказать, мне тогда уже это интересно, какая связь с теоремой фирма. И он действительно стал готовиться к этому. И он сам готовился, потом мне рассказывал. И получились совершенно блестящие лекции. И потом на эти лекции он каждый день мне какое-то время уделял, там час что-то рассказывал про это. И на эти его рассказы собирались другие математики, которые, может быть, так стесняли задать вопрос. А я, поскольку не претендую, что я сейчас математик, то оказалась фантастическая вот эта серия. Я понимала, что снимать это нельзя. Потому что если бы я это снимала, хотя мне хотелось это снимать, то была бы слишком большая ответственность для него. Потому что математики, строгие люди, нужно четко все говорить. А так получилось немножко безответственно, но я ему очень благодарна. И поэтому, когда я приехала к Вайлсу, а Вайлс знаменитый тем, что он ужасно закрытый человек. Даже когда он работал на теоремой фирма, известно, что он публиковал раз в полгода какие-то вещи совершенно из другой области, чтобы пустить людей по положенному следу. То есть он совершенно никогда никому ничего не рассказывает, что он делает. Ну вот, но с помощью лекции профессора Веселова, и понимая, насколько важна вот эта проблема Бёрдж Свинутон-Дайя, я его спрашивала, и мне удалось в какой-то момент его рассказать, что он сказал это, что он это делает. И вот теперь я сделала этот ролик, который я сейчас вам покажу, и показываю его на обелевской церемонии. Обелевская церемония, там, знаете, огромные залы, там одни математики сидят, там, со всего мира. И идет ролик, и в какой-то момент он еле и говорит, даже невнятно. И вот только говорит эту фразу, на самом деле я мечтаю, конечно, эту проблему решить. И вот эти мы все-таки, а-а-а! То есть это была именно та аудитория, на которой вот это 10 секунд идеально работало. И за этих 10 секунд стоит неделя блестящих лекций профессора Веселова. Сейчас вам покажу этот ролик. То есть иногда ради 10 секунд стоит проделать огромную работу, чтобы на ту самую аудиторию, на которую нужно, это сработало. Это как теннис, но поле довольно тяжело. Поле довольно сложное, и я иногда не помню их. Он мне дил несколько теннис-лесосов. Потому что, в основном, это был единственный теннис, который был. Сегодня мы говорим, что настоящий теннис. Я думаю, что одна из самых важных в математике, это не очень важная память. И вы должны продолжать пробовать, пробовать на самом деле, в какой-то другой форме. И если вы не могли бы пробовать, вы не могли бы пробовать, потому что вы думаете, что, ну, я пробовал, что это не так, это не так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Sometimes I see numbers... So, for example, in Princeton, they had this little creature buried itself in the ground, I think for 17 years, and then it would come out, and then they'd be everywhere, and they'd make a huge mess of the town. And then they'd lay their eggs, and they'd fly around and mate, and then they'd go and bury themselves in the ground for 17 years again. And 17's a prime number. And they do it for prime numbers, because that way predators have a much harder time in catching them. Cicadas use different prime numbers. I recently learned that when groups of lions meet each other and they roar, they seem to be able to count the number of roars, or at least compare the number of roars, so if the other group has more roars than they do, then they don't attack. So it's a way the animals know not to get into a senseless fight. I was totally unreasonable, because I just wanted to solve this particular problem. But that's a very foolish thing to do. You shouldn't say in advance, I've got to solve this one. It's very reckless. I don't know if anyone else was working on it. Obviously, if I could do it, then other people presumably could have done it. I mean, the real issue when you have a problem like this is not whether you can do it, but whether anyone can do it. Some of the artists and poets might have romanticized the idea of having a bohemian or complicated personal lifestyle. But for me, having a very stable personal life, it's essential to have the calm to think for such a long period. I do get ideas walking. When I walk, I can... I can just think about something, and then I drop it for a minute, and then bring it up again, and I keep looking at it from different angles. No, I certainly want to... I want to have a last go in a boat, but soon I'll return to that. I work with composers for my film. Every time music is written in the movie. And Artur Highrolin is a very talented composer. I'm glad that he wrote the music for this film. And I'll show you some kind of pieces of the film. I'll show you some kind of pieces of the film. And then I'll show you some kind of mathematics. I started working with Berliner University. And then I'll show you a chance to film with a method of monitoring. This film is called ''Bukwальная геометрия''. I'll show you a video of him. There was a chance to show you people's work in the collective. If I show you the mathematics of the film, then in ''Bukwальная геометрия'', I'll show you some kind of work in the community. If you have any questions, maybe I'll show you later. Then I'll show you. Yes? I'm not a scientist-politologist, but, as you know, John Nash and his research and all his researches about equilibrium. He used to be in the social sciences and, as you know, for this time, you've been talking to him. You've been talking to him? Of course. I've been talking to him three days. What are your personal впечатления about this human being? I mean, most people of the planet of the world, of course, know about the film Beautiful Mind, for, so to speak, but for the professionals, it's not something else. Of course, everyone uses his work, but the rest of the characters, the characters, I mean, many of them, probably the public. And, well, about the rest of the characters, your personal впечатления, your emotions, because, for example, Nash, from what he said, he was quite selfish. He said, well, I'm a genius. It's interesting. It's also interesting to me. And, second question, is your films on YouTube, where you can see them? My class is on YouTube. I mean, if you take my class Ereminko 2007, why? Yeah, then you, 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 like, you, выложил на Ютуб. К сожалению, я была не продюсером фильма, была автором и режиссером. Продюсером была немецкая фирма. Они не купили права на интернет, не договорились с Бутусовым в свое время. Ну просто. Они сделали фильм для телевидения и все. Поэтому официально он не может никак быть продан на DVD. Ну вот кто-то выложил в Ютуб и пускай. Вот так. То есть мой класс, вы можете посмотреть. Канарейки мой продюсер продает как-то. Вы показывали, его купил первый канал, но это давно было. Первый фильм называется «Русская канарейка». У второго фильма какая-то ужасная судьба. Не то, что ужасная. Он получил несколько призов на разных фестивалях. Называется «Охота на мамонта». Но я когда его делала, у нас был контракт, по-моему, с РТР. Потом человек ушел с канала, НТВ перекупил. В общем, непонятно у кого права на Россию. За границей его показывали долго-долго, там раз в полгода. А права на Россию, по-моему, сейчас у НТВ, и они просто не знают, что этот фильм у них есть. И я тоже не знаю, с кем там общаться. В общем, он в некотором смысле на полке лежит. Ну вот, третий фильм, это был, по-моему, мой класс как раз. А четвертый фильм «Чувственная математика». «Чувственная математика» ее много-много раз выкладывали. Для меня это был первый опыт продюсирования фильма. Вот я, мой друг Юрий Чинкель, с которым я училась на Мехмате, он сейчас профессор в НВАЮ. И у него проблема, что он такой активный человек, и каждый раз, когда он организует там день открытых дверей для студентов, вопрос, что показывать. Потому что физикам и химикам проще что-нибудь взорвать, а математикам что показывать. Он мне хотел заказать короткую работу, чтобы показывать студентам. И с помощью вот этого контракта я сделала большой фильм, и оказалась эта «Чувственная математика». И мы совершенно не ожидали. Он шел в кинотеатрах очень долго. Продлевали четыре раза прокат. Обычные фильмы идут неделю, и все. Потому что ни один кинотеатр не может себе позволить пустой зал, потому что нужно аренду платить, деньги и так далее. Неожиданно для всех. Мы сначала в Новосибирске вышли в кинопрокат, как эксперимент был для кинотеатра. Его четыре раза продлевали. Потом он шел в Питере, в Москве, и потом 20 городов России было. Ну, не так, конечно, это не... У нас рекламы никакой не было. Было только сарафанное радио. И прямо это был феномен. Даже про это газеты писали. Никто не ожидал, что фильм вроде бы про математику и про светительский, тем не менее, запрос. Оказалось, аудитория более умная, чем думали люди. Хотя ни один нормальный прокатчик не хотел брать этот фильм. Все в это время всякие шли фильмы с названием «Чего хотят мужчины?» или такого типа. Ну вот. А про Нэшу. Давайте про Нэшу расскажу. Как посмотреть из ваших... Чувство математико покажу сейчас. Мы покажем. Ну вот. А про Нэшу. Давайте я расскажу немножко про Нэшу пару раз. Вот эти маленькие ролики для Абелевской церемонии, они все в интернете, потому что для этого мне их заказывают, чтобы потом они были доступны. Ну вот. С Нэшем... Если вы наберете Джон Нэш, вы вообще в интернете очень много видео с ним. Но он страдал душевной болезнью. Это известно. И с ним очень-очень безумно тяжело говорить. Вот эта куча видео в интернете его смотреть совершенно невозможно. Он очень медленно говорит. Это очень скучно. Это очень-очень сложно было продраться через это все и сделать какой-то съедобный кусочек. Ну вот. И это нужно было большое терпение иметь. И кроме этого, когда я договорилась, что... Очень сложно вообще было договориться с ним сниматься. Потому что мне рассказали такую историю. Такой есть... Тоже недавно немецкий олигарх. Он поклонник Нэша. Хотел позвать его в Германию. И Нэш поставил условие, чтобы он был... Приехал. Его привезли бизнес-класс, его жену, его сына. Они ему купили все билеты. В последний момент он отказался от поездки. И пропали 15 тысяч евро. Вот такие истории я услышала до того, как нужно было снимать Нэши. И он долго с ним, когда связался, он мне говорил ни да, ни нет. Он не соглашался сниматься. И в конце концов, он мне... Я уже должна была... Как будто пошла на риск. Я уже купила билеты для себя, для оператора. И уже за полдня он мне продиктовал адрес. Я тогда сказала Паше. Говорю, Паше, ты, пожалуйста, мы когда войдем, ты камеру не выключай. Может быть, он нас выгонит через пять минут. Тогда хоть что-то у нас хотя бы будет. Но каким-то образом мы с ним подружились. И ключом для этого была жена Алисия. Я совершенно влюбилась в его жену. Она фантастическая женщина. Благодаря ее любви она его держала как-то. И она очень хорошо за ним заботилась. Но я как женщина обратила внимание такие вещи. Знаете, он очень хорошо был одет. А сама Алисия, они жили очень скромно, на самом деле. Очень бедно. Просто Принстон, как я понимаю... Я сейчас не хочу, что в интернет записывается. Но он, поскольку не преподавал... Я так понимаю, что у них очень маленькие были доходы. И вот у них были доходы от этого фильма. Но, в принципе, они жили очень скромно. Но Алисия, она себя вела совершенно как такая шикарная, элегантная женщина. Я ей восхищаю. Восхищена была. И она... Ну, каким-то образом мы с ним подружились. И просто три дня мы с ним долго-долго были. И даже был еще эпизод, который вошел в следующий фильм. Есть такой Фриман Дайсон, знаменитый физик. Тоже совершенно легендарный человек. Он в моем следующем фильме, в буквальном геометрии. Я когда была в Принстоне, хотела ему показать, что мы сняли, что мы смонтировали. А Джон Эш говорит, ой, здорово, Фриман Дайсон, мой друг, давай я тебя подвезу к нему. И как в анекдоте мне, Джон Эш был шофером, чтобы довезти до Фримана Дайсона. И мы сняли встречу этих двух великих людей при жизни Эш, и они говорили там про Фой Ноймана, про Эйнштейна. И я рада, что мы сохранили этот материал, который в свое время еще ждет своего часа. Я когда-нибудь смонтирую еще. Будет другой фильм, куда я включу этот материал. Ну вот. Но, конечно, он гений, но в то же время это огромное, требовалось огромное усилие душевное пройти сквозь вот эти сложности. Была забавная история тоже, я расскажу, конечно, приема. У меня мои друзья, у него сын, ну сам он гений, и он больной. Ну а сын его просто больной. Ну это трагедия, когда больной сын, и он жил вместе с Нэшем. И мне друзья рассказали про историю, про этого сына. А я понимаю, что как мама тоже, что самое страшное, что может быть, когда у тебя больной ребенок, что этот сумасшедший вот этот сын, он спас жизнь одной девушки. Мне рассказали какие-то друзья-друзья истории, что как-то был дождь, ночь, и девушка стояла, тогда еще были телефонные будки, не было мобильных телефонов, она стояла, кому-то звонила по телефону, была грозная, слышит какой-то шорох за спиной. Она поворачивается, видит страшно, жуткий мужик стоит. Ну вот, она закорчала заорать, он показывает вверх. И она увидела, что наверху был кабель электрический, который болтался, и мог бы ее, если задеть, то она могла бы погибнуть. Вот эту историю мне рассказали. Ну вот, я, значит, думаю, ну здорово, наверное, знаешь, же классно будет эту историю услышать. Ну вот, и вот в какой-то очередной день мы сидим, а происходило все так. Я разговариваю с Нэшем, он очень-очень медленно говорит, рядом сидит Алисия, и она, когда чувствует, что муж у нее в безопасности, она засыпает все время. Очень часто, когда она просыпалась, она сразу начинала на него ворчать и ругаться. Ну, очень-очень смешно было. Ну вот, и такой медленный разговор, Нэш медленно говорит, я медленно, терпеливо задаю вопрос, и мой там оператор тоже полузасыпает, Алисия спит, и тут я вбрасываю эту историю. Рассказываю, как сын спас жизнь. Тут что началось? Это было так забавно. Нэш, конечно, спрашивает все, как звали эту девушку, где это было, на каком углу, есть ли у нее бойфренд, замужем ли она? То есть все просто, все-все подробности. Ну вот, ну то есть это тоже очень важно, понимать героя, что ему тоже интересно. То есть нужно понимать твоему собеседнику, что может быть ему и тоже, о чем ему интересно говорить и так далее. Ну, это вот просто один из таких случаев во время съемок. Если еще кое-что. Сына Нэша есть в публикации по теории чисел. Это у сына Нэши? Нет, у него два сына есть, не может быть. Нет, у него два сына есть. Один сын, он медбрат, он очень простой, он здоровый, совершенно красавец, мужчина здоровый, огромный, но он медбрат. А другой сын, он совершенно больной. Вот этот сын, у кого есть работа по теории чисел, хотел приехать в Казанский университет на нашу кафедру, позиции просил. И оттуда мы поняли, что он не очень адекватный. Вот у него была библиография, там несколько публикаций по теории чисел, и он написал о своем отце. Вы, может быть, знаете, мой отец великий человек. Вот это письмо у нас в странице. Интересно посмотреть, потому что я не знаю, о ком речь. Другого сына звали Джон, 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 тоже так же, как и Джона наша. Ага. Вот письмо у меня есть. Да? Давайте посмотрим потом, если будет возможность интересно посмотреть. Я потом была полгода спустя... Он погиб в мае, значит, 2000 какого? 2015 года. Полгода спустя в Принстон устраивал мемориал в честь него, и там был сын, который здоровый, он приехал из другого города. С ним, знаешь, мало общался, от другой жены, от другой женщины. И вот я не знаю, что сейчас вот с этим сыном, который жил с ним, он тоже ходил, совершенно жуткая драма. Это, конечно... В нем столько было трагизма у этого сына, который с ним жил, и он даже не требовалось никаких слов. Он просто ходил среди этих людей. Не снимали. А? Не снимали. И... Ну, я вообще была на этом мемориале тоже. Мы снимали, конечно, немножко, но тоже это все должно улежаться. Я не гонюсь никогда быстро что-то делать. Есть какие-то вещи, которые я снимаю, они ждут своего часа. У меня есть какие-то материалы, которые обязательно я использую, но в свое время должно... Должны сложиться ситуации звезды. В том числе... Вот сейчас как раз, к сожалению, не пришел Соломатин. Хотела я рассказать вам еще. В том числе есть один проект, который я делала ужасно-ужасно долго. Когда была еще студентка в ГИКа, была публикация в самых важных журналах физических, иначе, что это про озеро Восток. Вы слышали про озеро Восток? Кто слышал про озеро Восток? А? В Антарктиде. В Антарктиде, да, да. Да, про подлетные озера. И тогда, ну, мне показалось, сколь мне интересует наука, я из научной семьи, что это такой уникальный проект, где у России технологический приоритет. Повезло ли нам, или не повезло, но просто вот... И, конечно, мне хотелось сделать про этот фильм, и я стала ездить, используя как будто служебное положение, будучи журналистом. Я тогда работала во времечко, потом на первом канале в программе «Доброе утро». Я ездила к ученым, которые, ну, ключевые в этой области, и у них у всех факс BBC лежал. То есть BBC тоже, видимо, заинтересовался этой темой. Ну вот, а потом BBC сделала фильм, и, конечно, он вообще меня, он возмутил, потому что там ни одного интервью русского ученого нет. Из этого фильма вообще не понятно, что наше русское озеро. Ну вот, а потом это было еще, это, конечно, конец 90-х был. Потом было что-то 7 лет, у нас не было никаких бурильных работ, буровых не проводилось там. Потом возобновили эти работы. Я уже начала, закончила в ГИК, стала делать фильм, какие-то фильмы успешные. В какой-то момент я даже свела вместе, даже деньги на фильм, можно сказать, нашла. Согласились делать совместное производство Первый канал, Discovery Channel и немецкое телевидение. Но проблема в том, что ученые не могли гарантировать проникновение в озеро. А телевидение, когда выкладывает деньги, хочет гарантию, что произойдет проникновение. Просто так они не хотят. Просто бурение. Ну вот. И, в общем, я думаю, дай бог кому-то вот 16 лет прошло с тех пор, как сложились так звезды, что можно было сделать этот фильм. Он еще не вышел. Но в этом фильме один мой герой в Антарктиде рассказывает про вашего соотечественника, про вашего коллегу. Я покажу кусочек из этого фильма. И он еще не вышел. Называется «Озеро Восток. Хребет безумия». В этом фильме тоже я не просто рассказываю документальный фильм, а параллельно рассказываю. Я сейчас тогда расскажу немножко про структуру этого фильма. Немножко историю неснятого голливудского фильма. В свое время Хорват Лавкрафт написал книжку, называется «Хребет безумие». И в этой книге, это science fiction, описывается экспедиция в Антарктиду, в которой люди что-то там открывают, кто-то сходит с ума. И она написана как предостережение. Не лезьте в Антарктиду, не будите спящего зверя, ничего хорошего из этого не будет. Значит, эта книжка, он написал в конце 30-х годов, книжка невероятным образом предсказал развитие науки, там, не знаю, развитие биологии, клонирования, что… То есть он совершенно был гений, этот Лавкрафт. Голливуд не мог пройти мимо этой книжки, собирался сделать экранизацию. Уже в интернете можно прочитать, что Джеймс Кэмерон – продюсер, Гильямо Дель Торо – режиссер, а Том Кросс играет главную роль. А? Кто ходит, придумал тоже Лавкрафт. Да, естественно, но не экономик он, но я читал. Да, да, экономик, да, да. А вы читали «Хребет безумия»? Фильм смотрел «Хребет безумия». Мультик вам? Про деревушку, в которую приезжает писатель и в странные обстоятельства попадает, когда вселяется в отеле. Читал я, но он тень на инфу институт. И «Хребет безумия» именно про Антарктиду. «Хребет безумия»… А, ты конкретно «Хребет безумия» я не читал. Ну, он известный писатель, а «Хребет безумия» именно про Антарктиду. Значит, Голливуд собирался сделать фильм, но самое смешное, что книжка написана «Не лезьте, ничего не получится». Голливудская продукция тоже, можно почитать в интернете, написано, что стали в какой-то момент голливудские боссы сомневаться, что нету теток, нету лавстори и нету хэппи-энда. И отложили в сторону. А в реальности все произошло. То есть наши полярники пробурили туда скважину, но тем не менее пробурили тоже не все так просто. И, в общем, параллельно истории документальной я рассказываю в некотором смысле историю вот этого неснятого фильма. И у меня такая структура, что человек читает куски книжки, для чего еще, мне кажется, мне нужна была эта структура, чтобы, наоборот, бережно отнестись к ученым. Потому что, конечно, когда журналисты спрашивали ученых, что там в этом озере, очень много было какого-то понятного желания дать волю воображению, спросить, что же там будет, что же вы найдете, какого типа там образа чудовища оттуда вылезут и так далее. И как раз, чтобы, наоборот, не преувеличивать, а спокойно отнестись к научным вещам, я решила, что все эти ожидания, всю вот эту мистику отнести в эту книжку. То есть вот такая у меня история. Сейчас вам покажу кусочек. Я, во-первых, покажу, знаете, покажу то, что никто еще не видел. Это не готов, это ролик в процессе работы этого фильма. А потом покажу кусочек, где рассказывает, где один герой рассказывает про профессора математики вашего Казанского университета. Это, кстати, вот, может быть, вам интересно, журналистам тоже снять сюжет, потому что у вас работает человек, который, видимо... Понимаете, это объект, который привлекает внимание всего человечества. Ну, тихо, нельзя громче никак. Абсолютно стерильное озеро, 6 тысяч кубических километров. Давайте не будем с этим шутить вообще. Мы этот риск взяли на себе. На таких глубинах лед в мире не бурил никто. Невозможно открыть какой-нибудь учебник. Сейчас известно, что где-то миллион лет назад в климатической системе нашей планеты произошли существенные изменения. Ох! Это называется юбочка. Вот народ весь и смеялся. Я же вам объяснял, это не работа. Это мужская миссия. Надо было закончить. Закончили. Я надеюсь, что когда фильм будет готов, я вам смогу привезти его в Казани, показать целиком. Я надеюсь, что у нас все-таки теперь не за горами после 16 лет работы премьера этого фильма. Я вам покажу кусочек, где немножко рассказывает мой герой про вашего коллегу. Секундочку. Ну, а уже совсем... Плохо передачу включили. Гораздо прочнее. Будем срезать один слой небольшой, брать его на изотопный анализ. Изотопный состав льда говорит о температуре в прошлом, при которой лед сформировался. И измерять электропроводность. Аппаратик, который меряет электропроводность льда. Узнаем, какой климат был там 2 миллиона лет назад. Это, вообще говоря, известно по морским донным осадкам, но по ледяным кернам еще вот нет таких записей. Чем больше там ионов во льду, тем, соответственно, будет больше электропроводности. Обычно видны пики вот вулканические. Тау по недавнему мы тут нашли. Мы знаем дату этого вулкана 26500 лет. Взяли интервал керна, который примерно относится к этому времени. Ну, с запасом. Плюс-минус тысячи лет. То есть 20 метров керна взяли, измерили электропроводность и примерно там, где ожидалось, нашли очень большой пик электропроводности. Значит, вот это было вулканическое извержение мощное какое-то. Сейчас известно, что где-то миллион лет назад в климатической системе нашей планеты произошли существенные изменения, которые привели к смене характера периодичности колебаний климатических, связанных со сменой ледниковых и межледниковых эпох. Типичный 40-тысячелетний ритм сменился 100-тысячелетним. Причины вот этой перестройки глобальной до сих пор неизвестны. А где, собственно говоря, получить информацию об этом периоде Земли? Самый надежный объект для исследований – это ледниковый лед. А для того, чтобы датировать лед, нужно иметь непрерывный климатический ряд. Вот что делать, когда его нет? Когда информация в керне перемешана. И где-то 10 лет назад вдруг обнаружил, что в самых придонных слоях ледника, вот здесь вот, перед границей уже с озерным льдом, вдруг наблюдается очень резкий по глубине рост этих гидратов. Должен быть соответствующий возраст льда. И начали мы тогда, очень много лет назад, с Андреем Николаевичем Соломатином, профессором математики из Казани, разрабатывать вот эту вот тему. Разрабатывали, разрабатывали, очень осторожнее разрабатывали. Не показывая главные данные, вот эти данные, полученные по самому глубокому керну, подошли к использованию полученных 10 лет назад результатов об изменении размера кристаллов в придонных слоях ледника для датирования льда. То на контакте с озерным льдом возраст атмосферного льда в районе станции «Восток» порядка полутора миллиона лет или превышает полтора миллиона лет. Значит, мы не претендуем на получение непрерывного климатического ряда, но мы претендуем на то, чтобы получить ответы на одни из самых главных вопросов. Нужно доказать, что он древний, не убедить в этом всех других, измерить СО2, измерить общее газосодержание. Но сейчас эта работа находится на определенном этапе. Это было бы очень интересно до начала больших проектов, очень дорогостоящих, получить фактически ключевую информацию. Я сказал, что Данфорф не отказал мне, какой финальный хоррор сделал ему кричать так ужасно. Хоррор, который, я думаю, что, в результате уверен, в основном responsable. Ну, достаточно. Как вы считаете, когда вы ведете документальную съемку, люди, которых вы снимаете, ведут себя иначе? Герои, конечно, да. Да, если они ведут себя иначе, есть ли какой-то способ, чтобы они ведут себя естественно? Я иногда это, наоборот, использую в свою сторону, потому что я сама работала фотомоделью, и я очень знаю, как важно, когда герой хорошо себя чувствует, и очень важно такую атмосферу создавать, чтобы людям было хорошо, интересно и весело. То есть это не обязательно. Когда я делала фильм, как раз Паша Костомаров, который оператор, он как раз раньше был таким сторонником фильма, когда ты не вмешиваешься, чтобы люди, как, знаете, муха на стене, когда ты не вмешиваешься в процесс, были такие серьезные дискуссии в интернете, что делать, если у вас на глазах человек другого убивает, должен ли документализм мешаться. То есть для меня это совершенно дикие вот эти обсуждения, потому что я пришла из игрового, ну, не то, что пришла из игрового, я училась у Хуциева, игровое кино. И для меня совершенно, я, может, сторонница такой жесткой режиссерской руки. Тогда была. Ну вот, а сейчас, мне кажется, в некотором смысле мы с Пашей поменялись местами. Паша сейчас, наоборот, говорит, что нужно придумывать заранее, знать, что ты хочешь сделать. А в следующем фильме, я тоже обязательно покажу кусочки, как раз у меня была возможность именно делать фильм, именно не вмешиваясь процессом наблюдения. С одной стороны, люди привыкают, а с другой стороны, иногда, наоборот, они, когда ты приезжаешь с камеры, они, наоборот, даже ведут себя более особенно, и это неплохо. Ну вот, если какие-то еще вопросы есть. Да? Вы сказали, что ваше хренсио тоже занимались наукой. Ну, мама моя обогатитель была, она погибла в катастрофе. Ну, это наука разделения. Она занималась минералами, как разделить полезные минералы. У нее химическое образование было. Она закончила горный институт и была обогатителем. А папа сейчас работает в энергетическом институте, профессор, ну, и еще электротехникой занимается еще в нескольких местах. Папу я очень рада. Ему почти что 80 лет, поэтому будет 80 лет через сколько? Меньше, чем через месяц. И он активно ходит на работу. Я прямо рада очень этому. Было забавно. Я не знаю, сейчас записывался до интернета, но я расскажу. Когда выходила «Чувство математика», нам нужен промоушен фильма, потому что бюджет не то, что на промоушен, на фильм, на съемки не было. И как-то девочка, я познакомилась с девочкой, она жирнала «Огонек». И она про меня писала какую-то статью, когда фильм «Мой класс» вышел. Я говорю, ну ты напиши снова какую-нибудь там тему, потому что нам нужна помощь, какая-то реклама. И она, а, и тогда у меня был такой период, я училась в Берлине еще на биологии. Я правила несколько курсов в биологии. И она говорит, ты знаешь, я про тебя не могу написать, вы уже писали, а давай такую тему возьмем про то, что старушке можно учиться долго. В Германии можно в университет записаться уже будучи возрастом. И такая тема, что изменяется у нас жизнь, и новые профессии появляются, какие-то профессии умирают, и что можно долго учиться. Я говорю, хорошо, ради бога, все, лишь бы этому фильму помочь. Я вообще, когда чувственная математика выходила в прокат, и достала чемодан со своими старыми фотографиями модельными, все типа, чтобы помочь этому ребеночку выйти вот в прокат только. И в том числе я написала, что да, я так рада, что мой папа, несмотря на то, что ему тогда 75 лет было, что он активно работает в трех университетах. Позвонит мне папа, говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, что такое? Зачем же ты это сказала журналистам? Это было в огоньке. Огонек очень много людей читает. Они же никто не знает, что я работаю по совместительству. То есть папа меня еще отругала. Но, с другой стороны, наша жизнь действительно изменяется. У нас качество жизни растет, и это хорошо, здорово, что у людей есть возможность быть активными дольше, и работать дольше, и нормально, что нужно дополнительное образование, чтобы соответствовать новым требованиям. Давайте я вам покажу кусочек фильма, который тоже мне очень дорого, называется «Буквально геометрия». Это фильм, который я снимала в Техническом университете Берлина. Это проект, называется «Дискретизация в геометрии и динамики». Руководит наш соотечественник Александр Бабенко, русский математик, представитель питерской школы. Это огромный грант, там работает, по-моему, 60 сотрудников и 20 профессоров. И вот во главе стоит наш соотечественник. Они занимаются геометрией. Кстати, если я когда-нибудь буду обращаться к теме геометрии Лобачевского, я посещала сейчас его лекции, как раз они занимаются очень много сейчас всякой именно геометрией. Идеи Лобачевского очень востребованы сейчас в современной геометрии. Они занимаются дискретизацией, но тем не менее это очень актуально как раз к той группе математиков, среди которых я сейчас работаю. Я вам покажу кусочек из фильма, который, может быть, он в интернете тоже есть. Сейчас я начинаю вспомнить, что это такое. Но это именно то, что Вольминг говорит. Он имеет два различных регионов. Я не знаю, если вы называете эти вещи коты или эти вещи. Это то, что я говорю. Это не об этом инварионной теории. Нет, это не. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Это не об этом. К этому пункту, к этому пункту, к этому пункту. Глобальное поведение функции определяется ее особенностью. Я думаю, что База правит. Правит. Так что, что? Не перфектно. Я думаю, что это маленький пункт. Поделить на другую диагональ четырехугольника будет и, например. Комплексные числа. Одно на другое поделить, получится мнимая единица. Вот уравнение Касерима на самом простом варианте. Отстань. Отстань. Овощи. О aleщи. О установке, это председатель. О полном. Это правда. Это точка. О course. Субтитры сделал DimaTorzok Английское название «The Discretion of Geometry», а русское название «Буквальная геометрия». Я думаю, этот фильм можно найти будет, если у вас есть желание. Я бы его лучше показала, но я не могу показывать, нужно было мне вовремя договориться. Потому что у нас права на Россию у продюсеров, у меня права на Запад, на этого фильма. Мы спонтанно организовали встречу. Ну, я думаю, вы можете найти этот фильм или, может быть, просто даже связаться, специально договориться, чтобы продюсеры, они будут рады, если фильм будет показываться в университете. Ну вот, если еще нет вопросов, то я могу просто включить следующий большой фильм. Он идет час. Или мы можем кусочки из него показывать. Или вы целиком хотите посмотреть фильм? Какие у вас? Целиком. Он идет ровно час. Буквально геометрия идет 66 минут, а чувственная математика ровно час. Если какие-то вопросы сейчас еще есть, то до фильма я могу еще на что-то ответить. Да? Я уж извините, что так много вопросов, правда, их еще много, и мне кажется, я успею их все задать. Вы говорили, что очень сложно по чувственной математике запечатлеть момент. Вы вспоминали, что очень сложно вообще заснять. Сам начать помню. Ну, вопрос какой? Нет, я просто вспоминаю, в школе нам на предметах по физике как раз-таки показывали, инерцию объясняли, как происходит. Ну, зачем, почему. И я, возможно, дальше, больше даже посоветую, что вам хотел, фильмы, если вы насмотрели, называется «Я и другие». Советский фильм, он от 1971 года. Он как раз-таки тоже документальный, выполнен, как лекция. И он про то, как запечатлен момент того, как принадлежит общественную жизнь. И вообще реакции людей на то, как ведут себя и другие. И мой вопрос по участию камеры в процессе документалистики, я неспроста задал, потому что сегодня я изучаю фильм, который давно хотел увидеть, называется «Рестреб». Как? Рестреб. Документальный фильм в 2011 году. Возможно, вы слышали про группу солдат, которые в Афганистане были укреплены с водой. Павшего сослуживца. И когда-то там был запечатлен момент, когда один сослуживец умирает, и другой начинает себя неадекватно вести. «Покажите мне, я не верю, что вы». И у меня немножко, даже не то, что мы делаем, но очень сложно иногда смотреть документальный кино и видеть, когда не монтируется. Не знаю, очень сложно. Просто хотелось у вас, как его режиссер, культурного кино. Ну, я сейчас, мне сложно с вами обсуждать фильм, который я не видела, и тем более я здесь приглашена рассказывать про научные фильмы, да, но мне кажется, важная тема в документальном кино – это вообще этика, отношение к этике, потому что в моей практике очень часто у меня в руках оказывался материал, который, может быть, сенсацию произведет, и очень на вас произведет сильное впечатление. Для меня приоритетом всегда было отношение этичное, бережное к героям. Я никогда не буду показывать, какой бы успех мне ни светил в фильме, что-то, что мне кажется аморальным для героя или еще что-то. Мало ли что бывает. Потому что, конечно, когда ты снимаешь камеры, у тебя люди раскрываются какие-то… Можно из любого человека сделать героя и наоборот. И вот это отношение этическое к материалу для меня очень важно. И ответственно относиться, и понимать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Я не буду никогда ничего показывать только потому, что это сенсация какая-то была. Давайте я тогда просто включу вот этот фильм «Чувственную математику», и я тогда весь фильм не буду показывать. Остановлю его через минут 10, и потом включу какой-то другой кусочек. Если ты математик, то обычно то, что ты делаешь, не понимает друзья, семья, жена – это нелегко. Ольцман покончил с собой. Маркатц потерял всю семью во время войны. Тюринг покончил с собой после того, как его обвинили в гомосексуализме. Нэш боролся 30 лет с душевной болезнью. Однако с Максвеллом все было в порядке. Вы видите, это не фатально. Это похоже на приготовление пищи. Вы ставите все на огонь, перемешиваете и ждете результата. Когда вы работаете над математической проблемой, вы также собираете вместе все ингредиенты и перемешиваете, перемешиваете. И ждете реакции. Идеи вдруг соединяются нужным образом, и вы движетесь вперед. Играет музыка. Вот ваш заказ. Будьте осторожны. Тарелка очень-очень горячая. Почему вода превращается в пару? Из-за нагревания? Это загадка. Если смотреть на это абстрактно, упростить это даст математическую задачу. Замените молекулы воды на маленькие шарики, которые вышибают друг друга, как бильярдные шары. Почему же происходит переход из одного состояния в другое, из жидкого в газообразное? В 40-е и 50-е годы, когда люди попытались создать математическую модель, они увидели переходные состояния. Испарение – это математическая задача. Вы наблюдаете это каждый день. Но мы не можем это объяснить. Это задача – монстр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Представьте, здесь газ, а здесь вакуум. В начале эксперимента я убираю заслонку. Что произойдет? Тут газ, тут его не было, но потом газ распространится отсюда сюда и займет все пространство. Вначале газ пойдет сюда, но почему? Какие-то силы тянут его в пустоту. Из статистической физики мы знаем, что газ старается увеличить свой беспорядок, свою энтропию. У энтропии есть формула уравнения Больцмана. Больцман показал, что беспорядок, энтропия, растет. Как быстро? Как быстро? Уравниваем, грудь, сабодей, 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 сан-марселин, сан-марселин, сан-марселин и сахар кишуна и шоу. Я в четвертый раз в этом году председатель жюри. Я стал уже специалистом. Этот конкурс напомнил мне то время, когда у меня не было больших забот. Когда я был учеником высшей нормальной школы. Я мог изучать когда угодно, что угодно, науку, литературу и даже выпечку. Мне приятно быть в вашем обществе сегодня вечером. Многое должно быть сделано, чтобы математически это все описать. Мы знаем формулу энтропии, но мы должны работать над уравнением Больцмана. Даже если уравнение, как предполагал Больцман, имеет хорошее решение, вы можете делать различные вычисления, энтропия увеличивается. Но уравнение Больцмана – это монстр. Никто этого не понимает. Эта задача – математический монстр. Как бизнес-магазательская программа, Эта задача – мастерская программа, это своя система, Эта задача – или объемная задача – мы сейчас берем кучу. Эта задача – это не зафиксировать. Эта задача – это вытягивается. Никто не знает, какие условия нужно добавить, чтобы избежать такого рода чудовищ. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но если я перемещусь сюда, я не могу их распознать. Все перемешано. Но не потому, что фигуры изменились, а потому, что сместилась точка обзора. Конечно, если я продолжу движение, то наступит момент, когда я снова смогу распознать фигуры. Но представьте себе, много-много частиц двигаются, не только один наблюдатель. Субтитры делал DimaTorzok 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 У каждого члена жюри есть свой список приоритетов. Например, есть 10 участников и 20 членов жюри. И каждый член жюри их распределил по местам. Как определить, кто выиграл? Вот. Может быть, хлеба? Немного. Сейчас принесу. Да, нет, это не была манипуляцией. Я помог восторжествовать правде. Это одна из важнейших частей моей работы. Понимание, что энтропия увеличивается, и рассматривание уравнения Больцмана в разных областях, в статистической физике, в гармоническом анализе, декод физики, хамоническом анализе, и... У вас есть эта часть из теории информации, не имеющая общего с механикой, но вам нужно объединить их. А здесь вы начинаете со шметков, которые обычно никто не хочет. Например, копыта, носы, и вы соединяете это с рыбой. И яйцами. И потом добавляете хлеб. Салат и хлеб, яйца склеивают вместе эту рыбу с мясом. Также и в теории вы соединяете информатику и общую механику. Господа, жюри, следуя алгоритму, известному ему одному, после эпической битвы приняло решение и распределило места среди восьми тортов. Салат и хлеба, жюри! Субтитры создавал DimaTorzok Это вы понимаете отдельно, это тоже Но оба вместе это монстр Окончание это никогда не конец Все время встают новые задачи Окончание 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 Да, да, Вилани француз. Последний герой Максим Концевич. У вас к этой тематике специальный интерес был или просто... Ну, у меня была... Нет, изначально у меня была идея играть с органами чувства. Я хотела немножко показать разнообразие людей из разных стран. И Вилани мне посоветовали, потому что он абсолютный такой, его называют там поп-звезда математики. Он очень публичный человек, и он... Даже другие мне математики жаловали, что когда во Францию новую зубную щетку выпускают, обязательно его мнение спрашивают. Он очень с утра до вечера по телевизору, и он яркий такой персонаж. Но он удивлен был, что мне хотелось с ним провести рядом три дня. Обычно он привык давать интервью 10 минут, и все. Но ему понравилась тоже вот эта идея, игра с органами чувства. Он согласился, тем более его пригласили в Лионе участвовать в этом конкурсе этих пирогов. То есть это не ваш ход? Нет, с пирогами... Нет, я сначала придумала, я думала, что он будет мне варить суп, порассказывать, как устроена вселенная, и мы будем с ним пить французское вино. Ну, то есть у меня была идея использовать французскую кулинарию, но именно ситуация с пирогами, это реально он был в жюри этого конкурса. Ну вот, я к этому не слишком серьезно отношусь, к этой структуре. Для меня это тоже такая игра, как будто я вот тут сидел человек, который задавал вопросы и активно очень уже ушел. Я поставила героев в ситуацию, когда им тоже интересно было со мной играть в эту игру, подыгрывать, и они делали это. Тут, конечно, нельзя было фильм снимать методом засады, нельзя было сидеть и ждать, чтобы что-то произошло. Я его привела туда, то есть все было, активная была режиссура. А вот его такой костюм с отсылкой и некой художественности к героям 19 века. Да, это вот он, это вот часть имиджа. Да, 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 часть имиджа. И он, наверное, никогда не рассказывает. Он нас привел первый раз в магазин, где он получает вот эти брошки. Ему одну брошь подарила наша Олейник. Вы знаете, Ольга Александровна Олейник? Она нас преподавала, меня преподавала даже на Мехмате, на кафедре, по-моему, она на мотоанализе была. Она ученица Петровского была. Одна брошь ему наша подарил Олейник. Но вот этот магазин, где он заказывает себе вот этих пауков, он никому не рассказывает, почему. Но он так одевается, шелковые платки всегда, и вот эта брошь, это какой-то паук. И вот этих пауков он в этом магазине заказывает. Он понимает, что очень важно математику популяризировать. Я с уважением отношусь к этому. Он считает, что это его миссия – популяризировать математику. А развлекать публику – часть этой миссии. Поэтому он выглядит, а на самом деле он очень прагматичный, ну, то есть в хорошем смысле прагматичный, практичный человек, очень адекватный и он очень все понимающий. И то, что вот он так себя ведет, играет, это все сознательно, все на самом деле на пользу работает. Когда в Сеуле был Международный математический конгресс, последние раз в четыре года мат-конгресс – самое такое важное событие в мире математики, последний был в Сеуле. И он, когда выступал, я приехала, я тоже была в Сеуле, но с этим фильмом, показывали в Музее современного искусства в Корее шесть месяцев подряд, но он стоп просто в луп. Мы сделали огромный зал и показывали этот фильм. И мы приезжали с Велони тоже представлять этот фильм. А Велони был, и когда он выходил из зала, мне рассказали, что там вот этих корейцев выстроили в ряд, чтобы дать ему возможность выйти. Его просто хотели на сувениры все разорвать. Настолько он популярный в Корее тогда был. И он просто сбежал из этого конгресса, уехал в Японию на несколько дней, чтобы этот ажиотаж улегся. Ну, а с другой стороны, он же это на хорошее дело, эту энергию приводит, на популяризацию математики – это здорово. И он очень-очень доступ, вот он с детьми – это совершенно бесплатные мероприятия для него. Обычная, ну, не совсем обычная, но как будто престижная школа, вот эта Эколе Нормаль. И он участвовал в этом конкурсе, давал эти автографы, честно все, фотографировался. А в Корее тоже было интересно. Значит, он свою книжку еще издал и популяризировал книжку. И была презентация этого фильма. И он сел на сцену, снял ботинки, у меня тоже фильм показан, как снимает ботинки. И потом, ну, отвечал очень честно. Вот корейцы выстроились в очередь, их был человек 100, наверное. И задавали вопросы по очереди. И он на каждый вопрос отвечал, как будто самый главный вопрос в его жизни. Очень честно отрабатывал свою эту медиа-активность. А сколько ему лет? Сколько ему лет, сейчас скажу. Я думаю, ему там лет 45 такого типа. Ну, это еще мы снимали в 2012 году. Фильм немножко сейчас, ну, сейчас ему на 5 лет больше. Но он, последний раз он был с бородой, я его в Берлине видела недавно. А он мне недавно письмо написал. Мы с ним подружились после этого, мы с ним общаемся время от ремней. Я подружилась еще с Бисмотом, это герой предпоследний. Ну, то есть, и получается иногда, что с некоторыми героями после фильмов мы как-то продолжаем там общаться. А он женат? Да, да, да. Он женат, и он держит жену специально вне медиа-пространства, да. Он женат, у него двое детей, и она никогда не появляется с ним рядом. Но у него красивая очень жена, она биолог. Ну, он, у него это часть политики такой. И, по-моему, это он, он сейчас, знаете, что делает? Он директор института Хенри Пуанкары, они наняли, кстати, режиссера. Вот, и он собирается сделать самый, ну, он все, что делает, хочет сделать самое успешное. Музей математики. И он сейчас очень много усилий прикладывает, чтобы сделать очень успешно в Париже музей математики. Ну вот, и он, просто я знаю, что он в Берлин приезжал, он собирает информацию, хочет сделать... Ему дали здание, ему выделили отдельное здание недалеко от института, и он строит вот этот музей сейчас. А почему вы были именно в Казани для этого мастер-класса? А нет, я не в Казани, я приехала сюда в качестве комиссии, вот Казанский университет собирается, вот, может быть, Максим Георгиевич расскажет, что Казанский университет сейчас программа есть по международной интеграции. Казанский университет, ну, вернее, несколько институтов Казанского университета проходили в эти два дня аккредитацию международную, там были филологи, историки, математики, геологи, юристы. И по каждой специальности приезжала специальная команда, международная команда, там агентство, которое осуществляло эту, значит, аккредитацию, его легко заполнить. Запомнить, оно называется Эвалаг, очень похоже на рекламируемое лекарство Эвалар, вот, я именно так запомнил. И, значит, в команды входило несколько, ну, без там всяких, да, несколько немцев, у нас вот было два, Георг и Томас, и Екатерина, и вот, возглавлял нашу команду профессор из МГУ Мельников. Михалев, да, Михалев, Александр Александрович, вот, ну, по своим методикам эта команда проверяла работу наших преподавателей и студентов, значит, в течение, ну, скажем так, двух дней, даже трех. Да, вот, и на основании вот своей работы она вынесла свое решение, которое будет оформлять достаточно. К июню месяц. Некоторое время, да. Так что, вот, Екатерина здесь оказалась, как бы, волею случая, но... В команде немцев, я в команде немцев. В команде немцев, да. На самом деле Томас, он в команде Валага, то есть он не в комиссии, он как будто отвечает за организацию процесса. Да, 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 я так и понял, что он, он такой молчун. Да, да, он не имел права говорить, он только записывал, да. Он не имел, да, 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 мы это почувствовали. А Катя была в команде немцев с Джорджем, и, ну, возглавляла, я так понял, каждую команду русские, да, но из другого университета. Ну, в общем, вот этот опыт, он для Казанского университета очень полезный, и мы очень рады, что у нас вот программа магистрская, которая покрывает нашу основную математическую часть. Это, ну, для журналистов это звучит так музыкально, алгебра и анализ на многообразиях. Ну, мы специально исхитрились, чтобы назвать вот именно так нашу программу, чтобы коротко и обо всем. Ну, поверьте, это так и есть. Вот, и, но зато вот у Катерины оказалась такая связь с Казанью интересная, потому что она интересуется историей математики, чувствами математики, я ее очень в этом понимаю, потому что математика, она зачастую необычайно драматичная вещь. Вот Екатерина хочет, наверное, это нам донести, потому что вот история Нэша, история Тьюринга, история многосотнолетнего доказательства теорема фирма, сопряжена там просто с анекдотами, состраданиями. И вот последняя ее тематика, она тоже очень драматична, потому что она посвящена, вот этот вот товарищ, он решает проблему, значит, Больцмана, ну, или уравнение Больцмана. Оно тоже очень драматично, потому что, ну, в нем, в нем таится некая загадка, значит, вокруг которой два вот крупных имени, это Больцмана и Планкары. Значит, Планкары доказал теорему, на основании которой совершенно корректно, многократно проверенное самим Больцманом его уравнение, ну, приводило к некому парадоксу, он вот в результате сошел с ума и умер. Вот, но тем не менее, эта вот работа продолжается до сих пор, интерес не утихает, ну, и вот совершенно верно, там очевидно будут следующие драматические сюжеты. Ну, еще в математике много таких драм, вот, например, драма Глуа, когда человек там перед дуэлью пишет работу переворачивающую, вот жалко, Марат Мерзавич ушел, но его ученик здесь, переворачивающую, открывающую новую главу в математике, теорию групп, и на следующий день его убивают на дуэлью. В общем, там вот математика драматичная вещь, и мне кажется, я к этим хочу, так сказать, заткнуться и сказать совет. У вас очень интересная судьба, то, что я успел заметить из ваших фильмов, вы можете вполне снять фильм сами о себе. Очень интересная судьба, то есть, там, школьница, математик, супермодель, и снова математик, и, да, и в ГИК, и Марлен Хуциев, в общем, снимаю шляпу. А я восхищаюсь вами математикам, и поэтому я намереваюсь дальше снимать про вас фильмы. Соломатину занесло. Да, видите, Соломатину специально. Я с ним не была знакома, и вот здесь, в Казани, позавчера первый раз встретилась. Хотя он в фильме присутствует, потому что про него Лепенков рассказывает. Причем он так рассказывает тоже загадочно, что мы занимались этим, мы очень аккуратно публиковали результаты, не показывая основных результатов. По-моему, это тоже ужасно интересно, вот как он это рассказывает. В принципе, я так понимаю, что вот эти результаты бурения на Востоке, вот как раз именно работы, в которых участвует Соломатина, они как раз и, ну, с точки зрения науки, самые, может быть, и сейчас интересные, а не то, что нашли в озере. Потому что озеро не дает свои секреты так просто. Озеро сразу же замерзает, там образуется пробка, не удается пока в озере пробу воды взять. Бурить удается, а пробу они пока не могут взять в воду. Я немного предвосхищаю вопрос. Когда фильм о Лобачевском, о Казанском университете? Ну, я пока же не снимаю фильм, но вот по красу я благодарна. Вот большое спасибо за книжки, которые вы мне подарили. Может быть, действительно когда-нибудь? А, да, да, да. Большое. Одна из книжек. Включая энтузиазм. Нет, я как раз не исключаю этой возможности, что можно попробовать что-нибудь, попробовать в этой теме сделать, поэтому я как раз сейчас очень интересуюсь. Это уже очень драматичная судьба, то есть просится на экранизацию. И в Лобачевском университете. Да. Я не знаю. Да. Мне рассказала Светлана, что у вас студенты какие-то ролики делают. Кто-то делает ролики уже, связанные с городом Лобачевском? Тут есть кто-то, кто в этом участвует? Вы, да. Ага, что вы делаете? Какие? Вообще должны делать восточную коррекцию. Которую сыграла Лобачевский. Ага. Но я буду делать чуть позже. Что будете? Чуть позже. Чуть позже, ага. Интересно было бы тоже узнать, что вы, как вы к этой теме подберете, потому что сложно снимать про что-то, что давно было. У нас на декабряном метраже 2-3 минуты, когда особо что-то не вложишь, разрастается, далее делать без синхронов, как вы заказываете. Ну, главное придумать, потому что что показывать, самое главное придумать что-то, чтобы интересно было. Ну вот мне рассказала Светлана, удивительно, что Лобачевского сменил на посту ректора Симонов. Симонов был в Антарктиде, а у вас сейчас работает Соломатин, который второй после Симонова был в Антарктиде. Досказание. Досказание, да. И как раз напрашивается, может быть, какой-то сюжет в эту сторону. Вот вам, не знаю, может быть, какая-то идея, если вы как-то можете эту тему разрабатывать, по-моему, это может что-то и получится. Мы хотели последний сюжет. А, давайте, хорошо, я могу показать. Любимый, любимый, хорошо. Последний сюжет, он минут 10 идет, если вы согласны, то я запущу его. Немножечко будет посвящен предпоследнего сюжета, а потом последний начнем. На некотором этапе в моей жизни я однажды решил, что математика – это не для меня. Я решил уйти из университета. Это было после мая 1968-го. И я попал в обычный мир на три года. И это оказалось скучно. К сожалению, я не могу петь лучше. Для меня заниматься математикой – это в некотором смысле воспевать жизнь. Каждый делает, что может, и я выбрал этот путь. Красота и трагедия математики в том, что необходимо научиться выражать ее азарт, великолепие. И в то же время быть ей покорным. Вопросы, которые поняли уже много лет, что такое, есть ли это некоммутативный вариант. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что это не было. КОНЕЦ КОНЕЦ Не, ну что за цифра? КОНЕЦ КОНЕЦ Япония, вчера когда-то меня сегодня как-то... Забязательно просто... Чувство вновесия, да, и... Чувство вновесия все-таки где-то стоит... Мы с моим приятелем, тоже зонотического класса Мы с ним как-то ездили... Куда же мы ездили? В Карелию, что ли? В поезде, там были такие стаканы, чай, стаканы по стаканниках Мы что-то выпили много-много чая Проводник сказал Или я ему сказал с важным видом Восемью восемь... Восемь стаканов по восемь копеек Восемь восемь сорок восемь Все так заплатили сорок восемь копеек, все хорошо Потом... Мы говорим, с чем ты говоришь? Пять и пять, двадцать пять, шесть и шесть, тридцать шесть Ну а восемь восемь, значит сорок восемь Он такой позорище, да Скорее, математики большей части не умеют считать, я бы сказал Такая одна из тем, про которую я сейчас пытаюсь опять не войти Это некую тайну вещественных чисел Что вот есть вещественные числа Они получаются пополнением из, может, полирациональных чисел Есть и другие пополнения Демиологические, триодические числа Которые алгебраически понятны Есть миллион признаков того, что надо рассмотреть все одновременно Как единообразный объект Это очень уже старая загадка Никто не знает, как это, собственно Понимаете? Похоже, что есть, опять же, все это какое-то Наоборот, можно скакнуть от вещественных чисел к поэдическим Да, в общем, какой-то такой там интересный Мирно мчается И у меня есть ощущение, что там Можно будет как-то объединить эти вещественные числа поэдическим В смысле? Люди обычно имеют в виду Что вот Какие-то решали лицельные уравнения Просто находят алгебрические структуры в анализе И это очень мощное средство Чтобы справиться со всякими задачами То, о чем я думаю, что О противоположной стороне Как анализ естественным образом возникает в алгебре И анализ связан с вещественными числами И с точки зрения алгебра Это какой-то такой очень странный и непонятный объект Собственно, вот такая Слушай, там довольно давно уже лет двадцать Как тому назад И даже больше У меня возник другой способ Интерпретировать некомпутативные вещи Через обычные металлические образы Из алгебраических уравнений Мы начинаем видеть Которые Вовсе не над вещественными числами Таким, там комплексные числа Что-то другое Мы вдруг начинаем видеть Такого сорта Картинки Есть такой кустарник астролисты Не видела его Не знаю, что это такое Но, конечно, видела Биллион раз По-английски Холливуд Такая поверхность Постоянной отрицательной кривизны И там есть такие острые концы Это такие каспы Это там Как бы самые интересные точки В которых обычно В тех пространствах Которых мы воображаем Что-то можно Это то место, с которым Можно прицепиться к пространству Это что-то там Про него понять В этих местах Да, ну это Отдельный разговор Значит Сейчас про что я хотел сказать Вот эти такие острые кончики Там поверхность листа изогнута Он не хочет быть плоским У него Что называется Отрицательная кривизна Я У доски рассказывал Про положительную кривизну Это Как бы противоположное явление Есть такое Как бы Такое Разделение На три режима Положительный Нулевой Отрицательный Кривизна Называется Эллиптический Гиперболический И гиперболический И гиперболический Как кривые на плоскости Да, вот это гиперболический Случай И вот эти хвостики Реально в гиперболической геометрии Все эти штуки имеют Бесконечно тонкие И бесконечную длину имеют Но Вот Так вот Так люди себе представляют Вот Поверхность отрицательной кривизны Если здесь нарисовать Маленький кружочек Так На этом кресте То его длина Кружочка будет Больше чем Два пи на радиус Да Это просто клетки Делятся Как бы Больше чем Места хватает Нет То что я пытался Рассказать Это не существующая Еще Область Я хотел сказать Некомутативная Келлеровая геометрия Это Чем мы занимаемся Мы строим пространство Любое действие Это в каком-то смысле Изготовление Какого-то объекта Ну да На любом уровне Там какая-то даже Абстрактная теория Это тоже некоторое пространство И любое понятие Все что происходит Это взаимодействие Генетических объектов Когда вот я решаю Эти тропические Там Поэдические уравнения Рисую такие картинки И там И там кто-то И там какие-то Кто-то хочет Случайно ходить Это очень Странно Удивительно Да Это какое-то такое взаимодействие Вот Это такой Загадки вещественных чисел И И И алгебра Там У них много взаимодействий Они много Какие-то есть Такие точки В сосновении Немножко Странные Я хочу в этом деле Как-то понятие Ух Жирность Это всегда Все попытки Строго Это формализовать Они Все пока Закончились ничем То есть там Даже Сама структура Тоже должна быть Такой не четкой В этом месте Вот Ну это как-то Тогда вообще не понятно О чем идет речь Но вот Ну в том что я сейчас вижу Мне кажется Я вижу некий способ Что Что все-таки что-то происходит Четко и Содержательно И можно Удавить структуру Интересно Что Ну не знаю Хорошо Пожалуй Пожалуй Четыре Заплетниться Ну ладно Ну Я спрыгнусь Спрыгнусь Да Спасибо вам большое Спасибо вам большое он рисует у него известный график со зрением со зрением ну да такой очевидный выбор за поминками конечно очень многие критиковали но я не хочу эта тема касаться мы специально всякие вот эти в этом фильме они никак не затрагиваю исторические его упражнения осознательно в этом фильме не касаюсь новой хронологии большое спасибо за ваше время и удачи большое спасибо и